Юношеская футбольная лига Тудроц, мой друг, товарищ Эд Да, всем салют, спасибо, что позвал, очень приятно здесь находиться Да, я хочу, перед тем, как мы начнем смотреть ребят, я хочу тебе задать пару вопросов Такое мини-интервью, давай поговорим по поводу твоей юношеской карьеры Что вообще, расскажи, как было, где начинал Ну, можешь каратенечко рассказать свой путь в футболе Слушай, вкратце, я начинал с мини-футбола Это была школа Красного Октября, где, кстати говоря, на секундочку Лев Яшин также начинал свою карьеру После чего я перебрался в Академию Московскую ЦСКА Там я пробыл где-то около 3-4 лет А сколько это уже, какой возраст это было? С 10 до 13, с половиной, что-то такое После чего уже отправился, у меня была Торпеда, Химки И я выпускник команды Строгино А, Строгино, слушай, почему вообще не пошло с футболом, не получилось заиграть? В какой момент вот что-то сломалось? Как так получилось? Слушай, в мое время, на самом деле, переход из юношеского во взрослый футбол Ну, было максимально сложно Не было, наверное, рядом человека, который мог бы подсказать, что делать дальше Не было тех соревнований, которые могли бы, где мог бы, знаешь, показать себя То есть я сразу из детской лиги попал просто в КФК Под вторую лигу, плюс травмы В общем, было сложно И вот, ну, я один из тех, знаешь, у кого, к сожалению, не получилось стать представленным футболистом Слушай, ну, если сравнивать то время Я думаю, что у каждого примерно так и было Расскажи, что знаешь о EFL И вообще, что, по твоему мнению, дает молодым ребятам сейчас этот турнир Эти турниры, особенно в сравнении как раз вот с нашим временем Когда ничего подобного не было Слушай, ну, юношеская футбольная лига делится на федеральные и межрегиональные турниры В чем вообще, как по мне, огромное преимущество? В том, что команды из разных уголков нашей страны Они соревнуются в таком, знаешь, в сильной атмосфере С сильным соперником, каждый с каждым играет Да, получается, понял, там такая история Самое важное, что если раньше, в наше время Мы же что, играли по Москве? Да, да, да То есть было там 4 команды, которая играла вот с командами там послабее А в регионах, получается, там в одном городе Может вообще одна была команда сильная И она играла вот с более слабыми Да, с такими командами, у которых даже там профакадемия-то в целом И потом, да, и потом мы приезжали на турниры к таким командам Которые там всех в своем городе возили И мы их возили, получается Сейчас история в том, что эти команды играют в своих регионах С соседними городами, со всеми сильными командами То есть это, я считаю, да Ну, как минимум, это поднятие юношеского уровня футбола Да, да И это шанс для многих ребят Как ты уже сказал, потому что там порядка 6000 футболистов Просто заявить о себе И показать профессиональным клубам, что вот, мы есть И это их, я считаю, шанс для того, чтобы стать профессиональным футболистом С кем ты занимался в Академии? Есть ли такие ребята, которые, допустим, попали, доросли? Ну, таких много, слушай, но вот Андрей Панюков Ну, я играл против него, но как бы, знаешь, один из таких, кто в свое время там вот в Урал попал И там, кстати говоря, неплохо двигался Слава Подберезкин с ним в команде на КФК был Человек просто, то есть сначала даже вот он, ну, профессионал, знаешь, как-то вот А, кстати, в Урале тоже, который, да Да, капитаном Урала был, в Локомотиве играл Потом Юра Бавин тоже был в Урале Сейчас он в СКА Хабаровске, если не ошибаюсь Вот, и на самом деле, если вспомнить, если то, таких достаточно, достаточно большое количество футболистов Наш 94-й год был в целом неплохой по ЦСКА Поэтому много кто там из ребят в НЛ, вторая лига, премьер-лига Ну, сейчас, кстати, намного больше ребят попадают уже в премьер-лигу Там, вот, кто мне в голову прям приходит Самый крутой пример это Тюкавин, Захарян Это вот такие первые пацаны, которые именно стрельнули Очень круто И сегодня я хочу тебе показать ребят, которые, по моему мнению Ну, я считаю, потому что я увидел и потому что я вижу Как раз вот, наверное, будущие Тюкавины и Захаряны Которые, думаю, что уже стучатся в премьер-лигу Я тебе сейчас покажу нарезку Мы посмотрим И самое, что интересно, давай, знаешь, как сделать Мы посмотрим каждого, я про каждого тебе еще расскажу И попробуем так представить, прикинуть Например, под какой стиль игры, на кого, например, они похожи из топов футболистов И под какой стиль игры, может, там, испанские, знаешь, английские Они подходят, в какой команде, возможно, ты, может быть Так, если представить в топе, ты мог бы представить и увидеть Давай, давай Погнали Так, ну что, первый молодой человек Вообще, вот, не знаю, из трех Это, наверное, мой, вот, не то, что фаворит Но тот, кто мне больше всего понравился Парня зовут Абдулджевов, он играет в Ростове Стал лучшим ассистентом Последнего сезона, прошлого сезона МФЛ То есть сезона, ну, 22-23 Забил пять мячей, дал десять голевых передач Красавчик В 23 матчах, также он является воспитанником тверского футбола Выступал в ЮФЛ за мастер Сатурн Вызывался в юношескую сборную Даже забивал в дебютном матче против Беларуси То есть такой очень перспективный пацанчик Один, я считаю, вот, я стал более пристально следить сейчас за молодежкой И я скажу, что это один из самых перспективных, центральных, кстати Ты меня так разрекламировал? Да, давай смотреть Звучит, слушай, очень солидно Я тебе скажу, что пацан на ниче Я не знаю, ну, он просто разбирается Он невысокого роста Очень резкий И раздает вот такие передачи Также исполняет стандарты Вот, ну, не так много, то, что я увидел Но ударчик у него, вот, будь здоров Будь здоров Кстати, этот матч со Спартаком, да Это с Зенитом Быстрые ножки И, знаешь, он такой бокс-то бокс То есть он и впереди, и сзади успевает Я вообще Ростов, кстати, в этом матче очень здорово комбинировал Да, слушай, вообще Это передача его, прикинь Я посмотрю на этот паз Ай-яй-яй Знаешь, кого-то он мне напоминает Вот не знаю, почему я когда смотрел Просто какой-то Верати Вот для меня это какой-то маленький Верати А вот Молодец, нет, слушай Это Слока игра и голевая Вот такая голевая То есть он на раздаче просто на лютой Я по-другому не могу сказать И у него удар вот этот, знаешь, как вот Ну, как я люблю, вот этот вот резанный, обводящий удар То есть он и на дриблинге И подсунуть вот так может в штрафной То есть пацанчик просто Слушай, ну, молодец, знаешь, как будто вот на этом уровне У него уже мышление такое прям взрослое, так сказал Что скажешь? Слушай, знаешь, я бы вот как по мне Верати правильно сказал Да, ну что-то вот есть у него, да, такое вот Какие-то... Я вот пытался подобрать кого-нибудь еще Слушай, мне это еще, Алан Заговичу, по-моему, отвечает Знаешь, тоже быстрое принятие решений Точно, слушай, офигеть И передачки вот эти, потому что Да, он часто эти передачки понял Черпачки Черпачки делал Слушай, он очень на него похож Молодец Блин, как я сразу так не понял Ну вот я говорю, вот такие вот ребята Мне кажется, как раз, знаешь, что-то в стиле Типа, не знаю Испанского Испанской игры Ну вот, мне кажется, он бы пригодился Хотя и у нас Я считаю, что даже, я думаю Любой команде был бы интересен Хочется ему такой удачи пожелать Так, следующий у нас идет Лучший бомбардир Прошлого сезона Молодежной футбольной лиги Егор Тоцкий Ему уже 20 лет Он на год старше Абдуло И он воспитанник Толятинской школы футбола Также выступал в ЮФЛ Тоже прошел Юношко-футбольную лигу В составе команды Академика Наплёва Но он уже дебютировал в проффутболе За вторую команду Крыльев И совсем недавно Уже перешел в Сочи Вот после этого сезона В котором он забил 19 мячей В 25 матчах Он перешел Уже в Сочи Правда, да По последним новостям Да, в премьер-лигу Его забрал в Сочи Но отдали его в аренду В Форте Ну, тоже, я считаю Неплохой момент Потому что его взяли на карандаш Забрали Я уверен, что за ним будут следить Ну, самое время, знаешь Проводить себя в футболе Взрослым По-любому Тем более, понимаешь Если такой игрок Забив молодежки Двадцатку Забьет там Во второй Там 10-15 Я думаю, что Даже за полсезона То он по-любому Снова окажется в основе Тем более, он уже находится Знаешь, как бы В команде конкретно Которая будет его вести Потому что иначе Вы зачем его покупать Правильно И зачем его брали Давай посмотрим его на резку Я уверен Ну, я надеюсь, что он не пропадет Такие игроки нам очень нужны В футболе Он исполняет Очень здорово Штрафные Очень хорошо Штрафные Я не стал брать все Понимаешь Там таких ударов У него было очень много Здесь это он Обыгрывает Уже Опустившись Чуть пониже То есть он может сыграть Знаешь И где-то опуститься Вот как здесь Он сейчас пас Да Да Зацепиться Видишь Слушай, но он габаритный Да, как я понял Да Он парень не низкий И с мячом обращается на ты Раздает внешкой Ну, теперь сейчас пойдут голые Он правша, да? Слушай, он правша Но при этом При этом Он Это он отдает передачу Бежит дальше И вот тут знаешь Чутье нападающего Просто Вот Комментарты говорят Невероятный мяч Но мне кажется Что это просто Вот именно хлеб Слушай, на самом деле Я вижу, что вот он Даже, знаешь, ноги не подбирает Когда там У человека две ноги рабочие Смотри Это Это Хитрик в первом тайме Матч с Кубанью То есть Как будто бы не чувствует Знаешь, уже на этом уровне Пацан И посмотри Помнишь, где этот гол был? Кто это забивал? Кто-то забивал По-моему Это бразилиец из Интера Или нет? Короче, где-то в Италии был такой гол С острого угла Мы попробуем вставить Раз Два Ну Чистый нападающий Чистый нападающий Слушай Голевое чутье Обилие голов С двух ног человек бьет Есть габариты Можешь как в оттяжке сыграть Так и на острие Но Да, вот знаешь И самое главное Что хочется Вот говорю Чтобы побольше росло Таких нападающих На смену Артемом Дзюбовым И всем остальным Приходили вот такие Наши пацаны Поэтому очень хочется Пожелать ему тоже удачи Раз он перешел В аренду Да, сейчас В команду второй лиги Хочется не Знаешь Чтобы он там Не застрял Как это бывает Со многими перспективными Молодыми пацанами Поэтому Надеюсь Что у него все получится Переходим к нашему Третьему И самому главному Игроку сезона Он стал лучшим игроком Турнира Пацанчик 18 лет Вот В этом году Ему исполняется Уже 19 Он тоже 2004 года рождения Признан лучшим игроком МФЛ Полностью воспитанник Академии Краснодар Успел уже Поиграть За ФНЛ То есть этот сезон Который Краснодар 2 Провел в ФНЛ Он играл И за молодежку И за ФНЛ Там успел Даже дважды Отличиться Вот А в Соответственно В молодежке Он провел 9 матчей Забил 7 Вот И за Краснодар 2 Вот как раз 15 матчей Много 15 матчей То есть я когда готовился Значит я такой смотрю Так, стоп А почему так мало матчей Я потом захожу Смотрю статистику ФНЛ То есть он уже шьет На уровне ФНЛ И я тебе сейчас покажу Насколько он это хорошо делает Смотреть Хочешь увидеть Ну смотри Давай Для начала смотри Он центральный полузащитник Да Вот знаешь Я всегда на самом деле Для меня Высокий уровень Высокий класс игрока Это 1-2 касания Хочется увидеть Вот Ну возможно Вазян такой знаешь будет Ну ты же знаешь Краснодарскую школу Да Да Они себе больше Немножко позволяют Но у него здесь есть Ну какие-то Ну супер грамотные решения Которые сейчас увидишь Я думаю что игра Несколько касаний Там тоже есть Давай Посмотреть Так он где счет? Да Ну ты говорю Это зверь Я просто кого-либо Потому что это просто зверь Да Это он отдавал передачу Тут справник Замекает Это он забил В том матче Краснодару И здесь Забыли 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 Это один из лучших Голов сезона Кстати Забыли Ну пустые Ну Это кстати Матч Фнэйл Против Шинника И это тоже Забыли Премьер Лиги Знаешь какие есть пасы Из Премьер Лиги Восемнадцать Да Ну слушай В Европе Это нормальная практика Когда футболисты Такого возраста Восемнадцать лет Играют уже в высшей лиге И в высшей лиге Да И в многих Во вторых командах Играет Вот чем именно Краснодар Вообще славится Что к сожалению Да Они сейчас вылетели В вторую лигу Но я думаю Что они вернутся Тем не менее В любом случае Конечно Кузница талантов Сумасшедшая Я уверен Что его и подтянут Еще и в главную команду Давай Какой-то может быть Совет Молодым футболистам Которые нас будут смотреть Ну слушай В первую очередь На самом деле Вот Как пример Вот ребята Которые выдали Просто феноменальный сезон Сидим Отмечаем их Их заслуги Голы Голевые передачи Красавчики И хочу пожелать Им Допустим Им Не останавливаться на достигнутом А другим ребятам Просто подтягиваться И самое главное Не бояться играть И получать кайф От этой игры Да Даже нечего добавить Просто пожелать Быть здоровыми И держать фокус На футболе Потому что сейчас Есть все условия Как мы сейчас посмотрели Пацаны прошли ЮФЛ Сейчас уже Скорее всего Ими интересуются Большие клубы И это все очень рядом Особенно в данных условиях Которые сейчас Мы находимся Легионеры уехали Просто вот знаешь Как Открываются все двери Поэтому нужно просто Использовать свои шансы Чего я и желаю Всем ребятам Эд Спасибо тебе большое Мне кажется Было интересно Хочу Также рассказать О том Что на этом канале Будут выходить Видосы От всех амбассадоров Включая меня Гаса Поликарпа Эльхана И так же скоро Появится Новый амбассадор Который вы узнаете Перед тем Как мы закончим Наше видео У меня есть Вот такой мячик С автографами Тудроц И ЦСКА Этот мяч у меня уже давно Лежит И эти автографы Были собраны Как раз В том самом матче Когда мы обыграли ЦСКА Здесь автографы Почти всех Тудроц Игроков Не всех игроков ЦСКА Но большинства Но нету одного автографа Капитана команды Тудроц Я не знаю Как так получилось Да Я собирал И твой автограф Как раз А ты с коленом Тогда мучился У тебя операция была Вот почему Так я на матче-то был Ты на матче был Но собирал ты ее после Когда мы уже их обыграли Вот перед как-то И не хотелось этим заниматься Вот А после было вдвойне приятно Поэтому давай сейчас Ты распишешься Давай с большим При большим удовольствием Пока это расписывается Я расскажу О том Что этот конкурс Мы будем проводить В телеграме В канале Юношеской футбольной лиги Также я подсвечу Этот конкурс У себя Поэтому Предлагаю вам Перейти в описание Подписаться уже Заранее И ждать этот конкурс Поэтому В целом Большое спасибо Эду Большое спасибо Ребят вам за просмотр Мы обязательно будем Делать Подобные рубрики Будем смотреть Молодых талантов Разбирать их игру И Надеюсь Что приятно удивляться Еще раз Всем большое спасибо За просмотр Не забудьте поставить лайк Для нас это очень важно Поддержите нас Скоро увидимся Всем пока